Значит, я понимаю, что вам нужны лекции, слушайте, когда вы меня порвали. Я вот здесь вот встану, мы вместе сейчас. Начинаю, я расскажу, что было в прошлый раз. Значит, еще в прошлый раз вы сначала вывели потенциальное обтекание, когда у нас есть тело, например, шар, но на самом деле на больших расстояниях от тела, любой тело будет выглядеть как шарик, который натикает в поле скорости на лодное У, радиус шарика А. Мы обнаружили, что скорость, в случае потенциального, когда мы полностью приведем к их всем трениям, мы считали, что сила только нормальная, тогда здесь завихленность равна нулю, она должна сохраняться, тогда завихленность должна равна нулю везде, и тогда поле скорости является потенциальным. Если рот в скорости района на рот, значит скорость есть радиент чего-то. И мы выяснили это потенциальное обтекание, и оно, грубо говоря, велось себя как единица на рот в кубе, потому что потенциал в какой-то скорости велось себя как единица на рот в квадрате. И мы таким образом описали герационный эффект, эффект присоединенной массы, но совершенно не смогли описать силу сопротивления, которое действует на тело, и также, если это тело не является симметрическим, то подъемным силам, потому что в потенциальном течении все эти силы были бы тождественно равными нормами. Тогда мы перешли в другой предел, и мы сказали, давайте рассмотрим очень-очень вязкую жидкость, и мы поняли, что является параметром, который определяет, насколько она является вязкой или нет. Этот параметр является число ренольца, которое выделяется как переведение характерной скорости на характерный размер и деленную на пенематическую вязкую жидкость. Какова пенематическая вязкая жидкость, соответственно, не имеет размер сантиметра кладатного текла. Так вот, этот случай, мы бы хотели, чтобы он соответствовал не вязкому движению, и когда бы он соответствовал бесконечному ренольцу. А потом мы сказали, давайте рассмотрим ренольц, который много меньше рефиниции, и это было движение, которое соответствовало бы движению очень маленьких микроорганизмов, и мы немножко поговорили про микроорганизмы, и мы обнаружили, что в этом случае такое же самое впитание приведет к поле скорости, которая побывает как единица на ду. Дальше, поскольку мы сказали, что я сейчас напоминаю, поскольку некоторые филы не было на прошлой лекции, а некоторые, чтобы были опоздали, я использую это время, чтобы кратко повторить, что было на прошлой лекции, и после этого будет неуверенно. Тоже. Значит, вот мы рассмотрели таким образом обтекание в двух пределных случаях, и этот случай сам по себе, безусловно, правильный, то есть в таком пределе, когда движение является очень-очень вязким, и можно пренебречь ринольдс, вы поняли, что если уравнение на поле скорости, V-дра, V, которое является уравнением радиосфорции, то ринольдс – это отношение вот этого члена к вот этому, потому что этот член может быть оценен как U-квадрат на R, а этот член может быть оценен как ниону на R-квадрат, и отношение одного на другое, и есть ринольдс. И тогда мы спросили себя, что же будет между этими двумя случаями, и как вот от этого случая перейти к вот этому, что будет на самом деле в пределе очень большого ринольдса, когда и раз не стремится к другу. И мы обнаружили, что происходят совершенно удивительные, фантастические вещи, решение, настоящее решение является совершенно непохожим на потенциальное обтекание. И причина этого заключается в том, что происходит явление отрыва. Когда у меня жидкость не текает на тело, то даже в случае очень большого числа ринольдса, я сейчас повторяю то, что была на прошлой лекции, спасибо, что это самое, но скоро я кончу, так что если кто-то еще опоздал, то же пропустит. Значит, и вот что мы на прошлой лекции обсудили, что даже в случае очень большого числа ринольдса, а на самом деле можно записать число ринольдса как место, где, если я возьму, например, вот это течение, которое называется течение стокса, и на него выяснили число ринольдса как функцию от расстояния, от тела, то я тогда смогу увидеть, что мой нелинейный член оценивается как у а на а, а мой вязкий член оценивается как ню у на а квадрате, и оно ведет себя как тер, как расстояние от тела, и число ринольдса возрастает. Это означает, что каким бы ни был вот этот ринольдс, определенный по размеру тела, где-то очень далеко от тела, все равно движение начнет определяться инерцией, а не трением, и мы вот этот вот размер, на котором ринольдс становится порядка единицы, а именно когда у на а на ню порядка единицы, или а порядка ню на у, назвали размер пограничного слоя, или boundary layer по-другому, если его обычно пишутся в булке. И, значит, после этого мы спросили, а что же будет вне этого пограничного слоя, внутри пограничного слоя, все будет по стоксу, вязкое течение. Когда ринольдс очень большой, это фактически означает, что размер тела много больше, чем размер пограничного слоя. Значит, у меня будет маленький пограничный слой, для движения все-таки вязкое. Вне его линии, которые проходят вот здесь, они не будут реально чувствовать вязкости. Вот здесь у меня будет очень узкий слой. Если бы этот узкий слой рабским образом следовал бы за формой тела, и был бы симметричен левого и правого, то опять никакой силы бы не было, потому что силы возникают от асимметрии. Асимметрия левого и правого создаёт силу, которая будет действовать на моё тело вправо. Асимметрия вверх и низа, если, например, моё тело имеет форму, типа крыла, скажем, это асимметрия, что я в таком уровне скажу, а также поля вверху. Такая асимметрия будет приводить к тому, что у меня появится подъёмная сила. И вот вдруг мы поняли, что на самом деле асимметрия левого и правого, то есть сила сопротивления, появляется от того, что траектория, которая стартовала и проходит через пограничный слой, она идёт из места с высоким давлением, потому что здесь скорость мала, это близко к точке остановки, вместо с высокой скоростью, с низким давлением. И на этом участке она ускоряется. Это как шарик, который скатывается в ямку. На этой части траектории он кратится вниз. Дальше внизу у него кинетическая энергия должна хватить, чтобы скатиться вверх. А у него её не хватает, потому что есть трение. И в результате этого та траектория, та линия тока, которая идёт, она не доходит до симметричной позиции вот здесь. А она отрывается раньше. И образуется область, называемая след, которая потом расширяется и которая принципиально отличает левое от правого. И наличие следа является причиной силы сопротивления. Почему её следа? Она не доходит вот почему. Я бы сейчас пытался быстро рассказать, но я чуть-чуть медленнее. Представьте себе вот такую траекторию и жидкую частицу, которая движется по ней. Отсюда до сюда она ускоряется, потому что давление здесь выше, чем давление здесь. Она ускорилась до сюда. После этого давление здесь, конечно, ниже, чем давление здесь, потому что здесь скорость большая. А здесь такое же давление, как здесь, если бы это было идеальное течение. Теперь ей нужно использовать кинетическую энергию здесь, чтобы преодолеть разность давления. Давление её толкает сюда. А кинетическая энергия позволить дойти до сюда. Но она по дороге еще теряет кинетическую энергию на трение. Понимаете? Поэтому она уже здесь потеряла часть, пока она ускорялась. А теперь дальше она теряет еще и здесь. Этот мячик, кислинг шарик, если вы его складите, он не докатится до верхней точки, если есть трение, он докатится до сюда. И вот эта разница, это вот эта разница. И соответственно, чем выше трение, тем больше будет такая разница. И этот след уже никогда не вернется и не сожмется. Потому что если бы след был конечным, я бы мог бы посмотреть на все мое тело вместе со следом, как на новое тело. Отойди опять очень далеко, когда все это мне представляется точкой. А точка фактически как сфера, как шарик. И опять бы сказать, что все будет по вот этому простому потенциальному течению, которое не дает никакой силы. И то, что мы обнаружили, что здесь в следе поле скорости убывает так, что поток жидкости через это стекло, то есть дефицит потока. Вот если бы не было тела, то у меня протекало бы здесь количество жидкости, которое было бы просто на площадь этого участка. А теперь у меня будет меньше. И этот дефицит расхода не будет зависеть от расстояния, поскольку он определяет силу. Я не ввожусь в эту формулу. Моего не в прошлый раз, она есть в лекции. Я не буду считать лекции в два раза, я просто вам повторяю. Вот. Так вот, тот факт, что этот дефицит, то есть дефицит потока жидкости, насколько поток меньше, чем вот эта величина, он не зависит от расстояния, означает, что поток через всю основную сферу должен тоже не зависеть от радиуса этой сферы. Это означает, что движение вот здесь ведется как единица на р квадрат. Ну, имеется в виду отклонение от у, есть у плюс что-то. И вот это что-то убывает как единица на р квадрат, а на единицы на р в кубе. Почему я рассказываю эту историю? Это одна из самых замечательных и очень глубоких и неожиданных историй физики, когда, как говорится, сингулярное возмущение и нелинейность работают вместе и меняют решение во всем пространстве. То есть если бы у меня была сверхтекучая жидкость, в которой в принципе нету трения, а все проскальзывает, у меня было бы потенциальное втекание единиц на р в кубе. Трение меняет движение в очень маленьком и тонком пограничном слое, если я рассматриваю, что реноварь все очень большая. Казалось бы, вот он этот маленький слой, а вне него должно быть все как раньше. Нет. Этот слой отрывается, это очень похоже на то, как в вихре отрываются и проходит сверхпроводник, например. Вот. Это отрывается, создает след, и это меняет течение во всем пространстве. Вот. И мы также обсудили, каким образом, это связано с тем обстоятельством, которое мы сегодня продолжим обсуждать, что сила сопротивления, если мы ее напишем, мы ее описали таким образом, обрали сила сопротивления, действующего на это тело, мы обсуждали, что если мы ее определим как безразмерную величину, называемый дефицент сопротивления, которое есть просто характерное давление, использующее на тело, умножить на характерную площадь этого тела, то это по размерности должно быть вот таким. Поэтому их отношения безразмерны. Для вязкого течения, когда мы это рисуем, как плоско-двенорция, виду, он очень маленький, оно должно быть пропорционально вязкости, то есть обратно пропорционально чистую ледовость. Это формула стокса. И мы спросили себя, как устроено это поведение, когда вязкость стремится к нулю или или ноль к бесконечности. И мы обсудили, что это имеет конечный предел, который не зависит от вязкости. И это вещь, которую понял уже в юном 17 веке, что сила сопротивления тела должна передаваться просто импульсом, передаваемым в жидкости. Но это фактически уже свержало в себе идею следа. След это то место, где жидкость течет, которой мы передали наш импульс. И мы его передаем каждый раз в местницу времени и количество импульса, которое задает все. Значит, вот этот краткий повтор распор породов, которые отлетчики. А теперь мы перейдем к последней теме нашей, этих самых, это будет неустойчивость и турбулентность. Я счастливую вернемся сюда. То есть все, что мы делали до сих пор, было стационарно. На самом деле, я немножко говорил о том, что там этот цвет начинает сгибаться, но это все были слова. Итак, давайте обсудим, каким образом течение становится нестациональным. Мы все знаем, откроют право на кухне, что любая почти струя, кроме груши, не очень тоненькой, медленной струйки, является нестациональной. Она крутится, вертится, болтается. И много струй в жизни, и они все практически прогулятны. Откуда это берется? Откуда берется неустойчивость течения жидкости? Я хочу, чтобы вы, извините, смотрели самую простую неустойчивость. Самое простое течение это отсутствие течения, следующее по простоте это однородное течение жидкости во всем пространстве, которое в силу грузовикской вариантности просто эквивалентно состоянию покоя. А вот следующее по нейтреверальность движения называется потенциальным разрывом. Представим себе, что у меня есть поверхность жидкости, у нее есть область 1, у нее есть область 2, и в этой области она течется скоростью В, а в этой области у нее скорость разная. Значит, конечно же, такое распределение поля скорости, которое фактически есть тета-функция, ступенька от коргена ТЗ, оно, конечно же, не является решением уравнения на гнестокса, потому что в него есть потолочлен, который не обращается в ноль. Ну, давайте мы сейчас скажем, что мы считаем, что связность очень маленькая, мы сейчас рассмотрим с вами случай, когда ремен очень большой, жидкость близка к идеальной. Это, на самом деле, очень типично, как физики всегда работают. Рассмотрим какой-нибудь предельный случай, а потом начинаем постепенно обсуждать, что будет, если учесть связность. Давайте, приятно, скипом учитывать. Без этого члена это точное решение этого уравнения, потому что В, В на него обращается в ноль. В по горизонтали, а градиент В по вертикали, и в это то, что он обращается в ноль. А давление равное друг другу, тогда, значит, это просто источное решение. Вот такое вот дурадское распределение, фактически, смысл простой, есть два слова, жидкости, и они скользят друг относительно другу. Если трение мало, оно, конечно, начинает замедлять это скольжение, но очень-очень медленно, надо пока считать, что это все медленные эффекты, а то, что мы сейчас запишем, было быстро. Значит, мы хотим понять, что будет, если случайно, в силу каких-то причин эта поверхность искривилась вот таким образом. Вот. Здесь по-прежнему все течет, здесь по-прежнему ноль. Вот. Мы хотим понять, устойчива ли наша поверхность раздела между двумя следами. Следы могут иметь, кстати говоря, разные плотности, тут можно всякие разные обобщения строить. Вот. устойчива ли она по отношению к этому, значит, к этой поверхности. То есть, раз я спрашиваю, уже понятно, что она неустойчивая, как бы это объяснить, что она неустойчива? Как бы вы объясняли неустойчивость этой поверхности? Неустойчивость означает, что создав такое изменение, если я его отпущу, оно не вернется обратно, а начнет дальше увеличиваться. То есть, это пойдет вверх, а это пойдет вниз. Как бы тогда вы объяснили это дело? Почему вот это место пойдет вверх? Сверху скорость увеличится, значит, давление уменьшится. Да. Дело все в том, что поскольку теперь моя скорость вынуждена уебать больше путь, то здесь давление стало меньше, потому что скорость стала больше. Поэтому здесь P1, а здесь P2. И здесь у меня давление стало в плюс, а здесь давление стало в минус. и здесь, в смысле, наоборот, здесь давление уменьшилось, вот я нарисую так, а здесь давление увеличилось. И поэтому оно начинает толкать ее вверх. И точно так же здесь, когда у меня в углу этой части, у меня в углу две части, оно движется медленнее и толкает его вниз. Значит, это рассуждение правильное, оно чрезвычайно тонкое и непростое, потому что можно точно так же рассмотреть, например, V и минус V. И так вроде бы оно тоже работает, потому что давление совершенно нечувствительное к знаку скорости. То есть V это минус V, а давление определяет, сколько V в квадрат. И в этот момент еще все хорошо, потому что, ну понятно, вот так V минус V дает приемлю систему отсчета, где тут будет 0, а тут 2V, все та же самая картина. Но по-станейшему нитриарный момент возникает, когда мы можем рассмотреть V и V вот здесь. Вот эти меня однажды по-настоящему поставил в тупик. Один французский профессор, который тоже, как я, 20, ну он 30 лет, старше меня, мне хватило времени додуматься до этого вопроса. Он говорит, вот ты учишь неустойчивую стермирую? Это называется неустойчивую стермирую. Я говорю, да. Я говорю, ну только я ее учил 30 лет, а потом двух однажды один умный студент задал мне вопрос, а если сверху V и снизу V? Ну хорошо. Ну то же самое рассуждение работает, потому что это опять выкуплая часть, это опять вогнутая часть. Ну что за ерунда? Ну я возьму однородную жидкость, которая все течет со скоростью V, нарисую каким-то карандашом по ней линию, и скажу, что от того, что оперение изгибается на самом деле, наверное, надо дальше еще течет изгибаться. Международное движение течет вот так. Вот. И после всего он начал с интересом смотреть на тем, как я задумался. Минут 10-15 занял, а на банкете, правда, как можно быть, в телезом состоянии было, короче, в общем, на самом деле ответ такой, что, конечно, в жидкости так делать нельзя, потому что нет точки отсчета для теории мы вернули. А вот на самом деле, если рассмотреть такую ситуацию, когда у вас есть действительно материальная поверхность, которая разделяет, и здесь она чем-то закреплена, а именно, представьте себе, что у вас есть флаг, и это неустойчивость, которая описывает неустойчивость флага на лидер. У флага лидер дает с двух сторон, так? Вот так. У него, тем не менее, есть точка, где у вас есть линия, которая раздваивается, то есть у вас есть одинаковая стартовая точка. После этого, если действительно вы создаете вот такую, то здесь, таки да, скорость выше, и здесь, таки да, скорость ниже, а у них есть общая стартовая точка, из которой я могу написать, те, теорему Бернули, P плюс РОВФ в квадрате, и поэтому здесь давление будет меньше, здесь давление будет больше. Так что в этом смысле это очень могучий способ рассуждения. Как сказать, теорему Бернули, большая часть того, что физик, который не гидродинамик, должен знать о гидродинамике, а фактически большую часть информации качественной и количественной можно получить из нее. Но вот вы видите, как нетривиально ею пользоваться в разных случаях. Надо всегда помнить, что для этого нужно иметь откуда-то, провести, и не сказать, это вот здесь и вот здесь, это равно вот этому, и тогда уже получать какие-то выводы. Ну давайте вернемся к нашему простому случаю, в котором имеется скорость В, и мы хотим описать эту неустойчивость. Чтобы описать эту неустойчивость, значит, на самом деле, мы должны написать просто уравнение, в данном случае, давайте рассмотрим все нежимаемо, то есть от уравнения неразрывности останется только подтверждение, что дивергенция В3 равняется, то есть, полная дивергенция скорости равняется нулю, а от уравнения, значит, этого самого Эйлера останется утверждение, что ДВ, давайте я, таки, введу возмущение, я скажу, что у меня есть В плюс В' и буду писать, В это просто константа, и здесь у меня будет ДВ' ПДП плюс В ДВ' ПДХ равняется минус градиент П' на РО, так, и дальше я могу, подействовав, поскольку я знаю, что дивергенция скорости равна нулю, давайте подействуем на это уравнение, это просто константа, дивергенция В равна нулю, и мы получим, что дивергенция, РО у нас константа, вот, и мы получим, что дивергенция градиента П, то есть локлассиан давления, равен нулю, вот, и это важно отличить, потому что теперь мы хотим изучать вот такие вот возмущения, которые имеют синусоидальную форму по Иксу, то есть нам хотелось бы выбрать теперь возмущение давления в виде, скажем, что я выбрал, Синус или Косин, а я выбрал экспонент для простоты жизни, но мы знаем, что все можно писать в комплексном виде, поскольку это линейное уравнение, то всегда потом можно разделить вещественную ненимую часть, а с комплексными числами мы долгнировали. Так вот, если я возьму решение, которое ведет себя периодическим образом по Иксу, то тот факт, что оно должно удовлетворять лаплосиану, это означает, что оно должно вести себя экспоненциальным образом по Z. Вот моя Z-координата, вот это моя X-координата. Поскольку D2 по Dx-квадрат выдаст мне минус само число, то D2 по DZ-квадрат должно быть плюс это число, поэтому зависимость от Z должна быть экспонентной. Это еще один очень важный такой качественный кусочек физики, которым большинство физиков пользуются. если вы знаете, что у вас что-то удовлетворяет уравнение у лапласа, и оно как-то меняется, пускай это не чистое периодически, а как-то осциллирует в одном направлении, оно должно с такой же длиной волны, но убывать экспоненциально в перпендикатном направлении. Поэтому число-то должно нести себя как минус KZ, да еще и системы ЖК. Тогда легко проверить, что это есть решение о уравнении, и мы еще хотим, чтобы она каким-то образом зависела от времени, и мы ищем эту частоту оминга, и неустойчивость будет означать, что это оминга вообще говорят в таком виде мы ищем скорость. Значит, P1-3, это важное умышление. И из этого уравнения подставим сюда P в таком виде и V, мы можем получить, что скорость, она, значит, есть разделить на рой 1 KV минус оминга. Значит, я просто подставил уже это синусоидальное решение, я взял в таком виде давление, я взял в таком виде скорость, это тоже Е в степени и получил связь между скоростью и давлением, между этими амплитудами, вот, а теперь, на самом деле, мне, как всегда, зависит, меня интересует зависимость оминга и к, то есть фактически, как говорят, я решаю спектральную задачу, я должен найти решение в верхней половине, найти решение в нижней половине и сшить их на границе. сшивка, разумеется, условие, что давление сверху и давление снизу в каждой точке работают. Но для того, чтобы это дело сделать, я должен выразить все это дело через функции, которые относятся только к границе. Это удобно сделать с помощью величины, которая многократно употребляется в гидродинамике. Это есть просто смещение вот этого, давайте называть его греческой буквой Z, это по традиции она так, и называется как функция АКХ. А с оборонимого штата начали? А? В1 это что у нас? В1 это возмущение скорости в области 1. У меня есть область 1 сверху и область 2 снизу. Я сейчас написал уравнение Эллера в области 1 и связал возмущение скорости с возмущением давления. Скорость это Z на самом деле, которая там стоит, это самая, значит, да, это Z-довая скорость. Вот. теперь я хочу, значит, выразить все через вот эту величину Z, она выражается через скорость следующим образом. Ее ускорение вертикальное должно равняться VZ, правда? Да? То есть VZ сама по себе есть возмущение, у меня не было сейчас никакой VZ, здесь у меня ножки 5. Да? Вот. Значит, естественно, вертикальная производная по времени от координат и границы есть вертикальная скорость жидкости VD. Есть, и разумеется, это полная производная, то есть это действительно ускорение точки материальной, которая из DZ по DZ плюс VDZ по DX это в области 1, а в области 0 все то же самое оно без V. Так? Ну, или это можно сказать, что это минус и омега Z плюс и KVZ. Таким образом связаны V и Z, таким образом можно связать P и Z, выразить все через Z, потом написать то же самое в области 0, где все эти, в смысле, в области 2, в области 2 все эти формулы устроены точно так же, но только V равняется 0. Например, можно выразить P2 равняется Z, рот 2, тут может быть даже разнообразие для разнообразия жизни, вот, омега квадрата на K, это я взял это соотношение, закрыл в нем V, да, а вместо V подставил Z по вот этой формуле. Ну и потом, если я напишу условие P1 равно V2, выраженное через это самое, через Z, то у меня получится следующее соотношение, значит, Rho 1 на KV минус фонда в квадрате, вот так, то есть, вот это есть проявление. И вот это условие, P1 равно V2, оно, естественно, будет пропорционально Z и с той и с другой стороны, эти Z сократятся, а то, что останется, это некое уравнение, связывающее университет. Это, я так это проделываю, в общем-то, эту тревиальную аритметику, потому что она очень хорошо показывает, как делается любая теория неустойчивости. Любая теория неустойчивости, как правило, записывается уравнение, линеаризованное. Мы не пишем в уравнении в нашем член, который был V-штрих, DV-штрих по DX, потому что этот член уже квадратичный, мы предполагаем, что наше возмущение маленькое, мы записываем линеаризованное уравнение, мы их решаем или в области, или в разных областях, на границах, мы накладываем условия согласования на границы, и оно дает нам, как говорится, спектральное соотношение. То есть, решение есть не при любых омигах и К, а только, для каждого К есть только одна омига, и это называется спектром данной задачи, или, поскольку речь о волонах, возмущения к законам дисперсии. А статья получается очень интересной. Давайте мы напишем, мы о нем внимательно посмотрим. Значит, во-первых, видно, что в этой ответе всегда есть мнимая часть. То есть, это есть квадратное уравнение на омигу, его решение всегда комплексное. Нет никакого случая, за исключением рот-2 равного нуля. Если рот-2 равнялось в нулю, вы видите, если бы вот этого не было, то существовало бы просто омига равнялось бы КВ. Это означает, что любое возмущение просто бы сносилось со скоростью В. Можно вопрос? Да. А если мы перейдем в систему отсчеток и за двигат скоростью В вправо, то у нас же омига должна иметь такую же зависимость, а мы не себе сречь на дошельной перестановке РО-1 и РО-2. Если мы перейдем в движущие вправо, просто от омиги отнимется КВ. Мы всегда можем отнять сюда КВ. Это означает, что мы отнимем в единицу от вот этого вот от этой штуки теперь у нас будет это тут 0, а тут минус В. Можем посмотреть, что это у нас первая поверхность снизу, вторая сверху, то есть с другой стороны посмотреть? Вообще говоря, нет. В принципе, если я, например, возьму, скажем, и сделаю РО-1 в мячность от нулю, то у меня омига будет равна нулю. Правильно? Вот здесь. Если РО-1 стремится к нулю, это стремится к нулю, это стремится к нулю, это стремится к нулю, это нет. Значит, омига омига стремится к нулю, то есть возвращение никуда не переносится. Вот. А если вы перейдете в систему движущейся обратно, но не могут переноситься обратно просто потому что вы сели в машину и смотрите на неподвижную dynam в другую дверяшную систему отсчета. Так что в этом смысле Тут принципиально важно, что, собственно, происходит в жидкости. В жидкости и в движущейся слой, и неподвижной. И в этом месте мы создаем когда-то возмущение. И у этого возмущения есть действительно среда вот здесь. Например, скажем, да, это не уроза. Вот. Значит, всегда существует мнимая часть. Поскольку здесь два знака, всегда существует положительная мнимая часть. Значит, вспомните, наше решение есть E в степени минус I омидотер. Если у меня в омиде есть какая-то часть, которая есть I на какую-то величину, там, я не знаю, гамма, да? То этот минус и это I на I дают мне плюс гамма Т. Экспонент от гамма Т. И это есть экспоненциальный рост, и это есть разбитие неустойчивости. Таким образом, каждый раз, когда мы получаем решение, у которого есть положительная мнимая часть, у частоты, это означает развитие неустойчивости. Эта неустойчивость называется неустойчивостью Кельвина Генгойца. Теперь понятно, что если мы на нее посмотрим, то сразу видно все, так сказать, предельная простота нашего предположения. Я могу спросить, какие возмущения нарастают быстрее всего? Ведь у меня же могут быть разные возмущения создаваться. И я спрошу, какие возмущения нарастают быстрее всего? Я вижу, что чем больше К, то есть чем меньше длина волны возмущения, тем быстрее нарастает оно, тем больше соответствующая длина. Тем больше и скорость распространения возмущения, но и тем больше скорость роста. Тогда я спрошу, где все это окончится, где это все остановится. На каком большом волновом векторе, на какой маленькой длине волны, эта картинка, которую я построил, перестанет работать. На масштабе по конслою? На масштабе по конслою, конечно. Когда у меня будет характерная длина, так сказать, толщина слоя, вот это восстановление, на самом деле, картинка устроена так. У меня здесь скорость 0, потом она начинает как-то возрастать, а потом она постоянно и равна В. У меня есть какая-то толщина дельта, которая, конечно же, порядка ню на В, и в ней происходит переход к вот этой вот скорости. Значит, понятно, что длины волны, которые я рассматриваю, по крайней мере, должны быть много больше, чем вот эта толщина, потому что для меня она 0. Я считаю, что я вот эту функцию, вот такую функцию скорости от координат, заменяю ступенькой. Тут 0, а тут В. А на самом деле она вот такая. Значит, теперь интересно и понятно сразу, что, в принципе, когда у меня есть зависимость В, Х, которая зависит от З, вот актуальность зависит, так сказать, в этом слое, то это соответствует завихренности. Помните, мы с вами говорили? Каждый раз, когда есть В, если мы поместим сюда частичку, то она начинает вращаться. И вот очень интересно, у нас еще 5 минут. Вот 4. Значит, вот я ищу пократить, расставить вам эту историю про неустойчивость Кирилл и Гинпульс в совершенно другом языке, а именно на языке завихренности. Значит, давайте посмотрим сейчас на эту всю картинку. Вот у меня есть этот слой, в котором как бы, вот это так, я перейду в систему отсчета, которая пополам, как будет середичнее. У меня есть тут такая скорость, тут такая скорость, а тут по дороге происходит как бы, переход, да, скорость становится меньше, 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 а потом она становится больше, больше, больше в этом направлении. Понятно, что я ищу? Или тоже очень кряпо, да? То есть здесь у меня такая скорость, потом она поменьше, потом она еще меньше, потом она уже ноль, а потом она в другую сторону, потом она в другую сторону похожа. То есть на самом деле у меня есть такой профиль. А дальше уже все константно, не меняется, однородное течение. Я могу сказать, что в этом слое я могу расположить просто систему мехлей, которая все крутится вот так. И действительно, мы знаем, что если я помещу, например, сюда частичку, то тот факт, что здесь есть заливление, он станет перевращаться. То есть я могу смотреть на свой этот слой, в котором скорость меняется от одного излучения до другого. Самое неважное, то, что я выбрал минусы, попало, просто попало, просто для себя мехлей. Я могу рассматривать такой слой просто как набор мехлей, вот так стоящих. И тогда в каждой вот такой точке скорость этих мехлей компенсируется, вертикальной скорости нет. Всегда у студентов есть проблема, как же ты помещаешь мехлей, но у мехляжа у него есть кроме горизонтальной, но это еще вертикальная. Но эти мехлей так хитро расположены, что у них вертикальные эти самые сопрощают друг друга, а горизонтальные у них все в одном направлении, а здесь наоборот в другом. Вот давайте теперь рассмотрим такую совершенно дискретную модель этого самого. Это называется вихревой слой, вортекс-шит по-английски называется такая конструкция. Вот давайте посмотрим сейчас на него с точки зрения такой очень преувеличенный дискретный. Представим, что у меня есть вихрь, который крутится вот так, у нас крутится в другую сторону, давайте не будем нарушать знаков. Значит, вот у нас есть система вихрей, которая крутится вот так. Они все на равном расстоянии друг от друга, они все абсолютно равны завихренности, и это и есть стационарное решение. Совершенно понятно, что, конечно, этот вихрь вокруг себя создает вот такое поле, которое пытается двигать этот вихрь вниз. Но этот вихрь создает в себя вот такое поле, вот этого звонок, которое пытается двигать этот вихрь вниз, и они в точности компенсируются. Теперь давайте представим себе, что наши вихри вздвинулись. Сделают перевер, а потом давайте зуб работаем. давайте их сдвинем, но причем хитренько сдвинем поскольку это все устроено вот так, то я хочу сдвинуть не вверх, а не вверх, а не вверх я рассматриваю устойчивость моей системы этой хрень относительно возмущений, которое сдвинуло этот вихрь немножечко сюда а этот вихрь при этом сдвинуло немножечко сюда вы смотрите что получилось, этот вихрь получился ближе к вот этому и дальше от вот этого, этот теперь вот здесь а этот теперь вот здесь они дальше друг от друга и поэтому компенсация уже не происходит этот вихрь сильнее действует на вот этот, чем вот этот действует на него а как действует вот этот? он, слушайте, я не в ту сторону его и воздрел на самом деле, у меня же надо, чтобы была неустойчивость то есть, да-да, у меня воронок сдвинует сюда, а этот сдвинует сюда вот, надо выбрать возмущения, не относительно всех возмущений значит, теперь два этих, эта точка стала дальше от этой, да и на него действие этого вихря, оно сильнее а этот вихрь пытается его двигать вниз тем самым увеличивая еще это смещение а этот наоборот оказался ближе к этому а этот пытается его двигать вверх и тем самым еще увеличивает это смещение и результатом этого, зачем я пересказываю то, что я уже вам рассказал на языке телем обернули, потом вывел просто арифметикой когда смотришь на такую картинку то без вычислений становится понятно, что будет результатом развития этой неустойчивости и поскольку я решил не пользоваться всякими экранами я вам просто покажу картинки а у вас у всех файлы есть значит, результатом развития этой неустойчивости будет образование спиральных вихрей потому что все это дело будет развиваться на паро и эти вихasty начнут вращаться друг вокруг друга а эти друг вокруг друга и будут образоваться такие спиральки вот это картинка из эксперимента которая такая спиралька в результате развития этих вихó pagan а вот я вам покажу теперь что на самом деле как это выглядит в природе и это вы можете в ясный день все наблюдать вот это вот на облаках вот видите на нижнем облаке образовывается она еще не полная спираль она уже так сказать видно вот очень часто когда облако попал на самом деле это происходит конечно в атмосфере намного чаще но облака это визуализирует они позволяют это увидеть потому что вот у меня был так сказать два слоя один в облаке 2 так сказать фактически не двигался из-за облака его тормозил а сверху у меня дул ветер и поверхность между облаком этом испытал одну источник эргенгольца и вот эти вот так сказать волны стали загибаться в спирали это очень часто можно увидеть днем вот и поразить девушку понимание того что ты знаешь что-то опять же если у кого-то есть еще флешка не накопленная файл он тут можно ее дать на все я уже передал где конат ну по разному они пожар все ротор скорость то есть в принципе надо все время то есть этому как бы вас учили на электромагнетизм и что вот есть поле а у этого поля есть еще и рот и рот это такая штука которая циркуляция этого поля по всякому контуру есть поток его его рот значит теперь у меня ну что-то совершенно другая физика у меня есть поле скорости оно течет и меня может интересовать протекание какие-то потоки к этому в артистке как правило за экраны не имеет никакого отношения не имеет значения циркуляции когда меня интересуют циркуляции то есть какова циркуляция скорости по контуру вот мы обсуждали когда вас не было например что сила подъемная сила крыла она поднять циркуляция скорости это понятно что циркуляция скорости по моему контуру определяется потоком заведенности через вот то есть в этом смысле это просто можно напрячься и вообще нет не забыть про заведенность то есть в каком смысле полностью все понимать в терминах скорости они к юральному другу это просто удобная мысленная картинка потому что я знаю что у меня есть поле скорости и у него не нулевой ротор то что мы обсуждали еще на вторую лекцию то любая так сказать кусочек жидкости в этом месте вращается это картинка которую мы животок понимаем нам не надо формулы делать чтобы понимать что вот если так сказать это самое там есть ротор то это означает что я покрашу это она будет вращаться ну вот так сказать вот это она собственно заведенность и так если вы видите там вихрь создает поле скорости на этой точке нет на самом деле я хочу сказать следующее что если я представил себе поле скорости как набор вихрей вот то после этого я знаю что как устроен набор вихрей если у меня есть и ключи которые все одинаковые выставлены но мы не построим математические решения тем не менее понятно что я могу взять как светлошку закрутить жидко здесь и в принципе поскольку я построен я просто определил поле скорости которое абсолютно стационарно то есть в каждой точке ничего не меняется потому что в каждой точке эффект одного вихря компенсируется эффектами других противоположных вокруг него они все крутятся на одном месте так сказать но никакой вихрь никуда друг друга не сдвигают и оказывается что это на самом деле эквивалентно вот тому простому плоскому полюс-порсик то мы рассматриваем здесь он еще по эту сторону здесь еще по эту сторону есть какой-то переходной шволь вот но рассмотрение постельных вихрей еще раз показывает что эта штука должна быть неустойчива эти вихри стремятся разбиться на пары и крутиться друг вокруг друга потому что любое маленькое смещение придет потому что двое вихре окажутся ближе и это разочных крутить друг друга остальные не смогут скомпенсировать и это нам объясняет почему мы наблюдаем спиральки когда смотрим на облака там например и многие другие вещи именно поэтому потому что результат этой неустойчивости можно описывать в темных доверенностях то есть это просто альтернативный язык я полностью описал эту неустойчивость уже вот здесь но это мне позволило описать ее начальность так не сказала что дальше будет с этой доверенностью а вот это описание место да конечно будет возрастать как твое вернули и предсказываю но она мне еще больше сказал он сказал если это действительно вихре вот такая вот цепочка эффекта конечно начнете спираль закручивается и это очень сложно писать математически потому что это уже не описывается в рамках линейных уравнений это спираль это уже не описывается в терминах малых создателей должно стать большим и я не могу так описать механически но физически я его понимаю в терминах просто что-то на цепочке в ухе разобьется в нас но мы не пишем уравнение на скорости но в твое реализовано мы его пишем я вам при приложении а то есть я на квадратичный по взык мы приезжаем значит мы вот что делаем мы решаем уравнение давайте я вам покажу эту сумму на функциональном оплате значит может я что-ли тут все все индексы были сражены значит вот я записал уравнение это векторное уравнение в нем у в есть две компоненты и горизонтальная и вертикальная потому что у градиента p есть две компоненты и вертикальная и горизонтальная видите p зависит от x и от z поэтому есть dp под x и dp под dz давайте рассмотрим z-овую компоненту этого уравнения dv z под dt а тут будет dp под dz так и это свяжет мне v и dp вот это вот уравнение я получил подставить сюда p в таком виде в таком виде через экспонентную каждую систему летучим и вот так их апплитуды будут связаны ну что эта часть это даст мне омегу это даст мне как понятно все точно то же самое я могу сделать внизу но там время будет там нет скорости то есть вот этого члена kv не будет там будет только омега но мне на самом деле не нужно связывать v и t мне нужно все выразить через какую-то одну величину которая одинаковая для век для 1 и для 2 и эта величина будет z это смещение поверхности поверхности то есть принадлежит сразу и верхней полуплоскости и верхней половине и нижней вот и тогда если я выражу через полосы я просто выразил давление через z это я точно так же могу выразить скорость через z это а после этого я потребую чтобы p1 равнялась p2 оба они выражены через z это этот z сократится и это принадлежит соотношение между dv и dk так зовите кто там есть и давайте продолжим потому что на самом деле нам а это тот гейбурт который был доктором акулистом или нет акулистом черт его знает был без кембуртс не знаю но по правде говоря хороший вопрос я узнаю тот который строил тему динамику это я знаю а что вот был еще доктором и придумал такое что черт его знает у них было в Германии общество естествоиспытателя и врачей то есть у них врачи как-то относились к естествоиспытателя хорошо теперь что будет мы говорили что максимум этой неустойчивости мы ожидаем то есть по крайней мере эта формула перестанет работать на длинах волн которые порядка длины пограничного слоя вот такого а что будет если мы рассмотрим возмущение которое короче то есть вот у меня есть этот пограничный слой переход от такой скорости в такой я не буду это выписывать я хочу сказать что если я вместо уравнения если я в этом уравнении наоборот скажу что вот этот член важнее то это приведет к тому что у меня на самом деле никакого стационарного распределения не будет мы понимаем что трения должно приводить к разбыванию любого градиента скорости и вот там у меня просто будет уравнение которое будет мне описывать это самое dbx pdp минус nu d2bx pdz квадрат равняется нулю и это уравнение которое является уравнением диффузии я не знаю учили бы это или нет или уравнение впустимы нет тепла оно описывает v как e в степени минус z квадрат на т на ню т оно просто описывает расплывание этого слоя если я на это буду пытаться накладывать возмущения они будут также расплываться вместе с шириной этого слоя поэтому понятно качественно что у меня когда число и ноль все очень большое и мои возмущения являются длинными по сравнению с толщиной слоя то у меня образуется неустойчивость если же у меня на самом деле доминировать вязкость то никакой неустойчивости нет а все на самом деле более-менее расплывается и теперь то что я хочу сделать это я хочу на самом деле придать этому некоторый формальный смысл который показывает почему число и ноль такое важное и почему он является тем что называется контрольный параметр в физике а именно при изменении числа и ноль происходит качественное изменение которое мы называем фазовыми переходами вот и эти изменения соответствуют качественным как правило симметриям изменения видно я вкратце напишу то что называется энергетических критерий вот значит давайте в общем виде запишем линеализованное уравнение на е стокс то есть я предполагаю что в поле скорости есть какое-то в ноль течение которое зависит как-то от координат но не зависит от времени у меня есть какое-то сложное неоднородное но независимо от времени течение я наложил на него возмущение которое зависит вообще от пространства и от времени и я пишу линеализованное уравнение на это возмущение так давайте я буду писать в к v1 и v1 и я буду писать в поднимках вектора так значит значит дальше у меня будет это самое давайте я напишу это это минус ню лаплас v1 и t равняется минус vd вот я могу взять здесь все говорят физики о безразмерном то есть измерять поле скорости в каких-то единицах скорости измерять расстояние в каких-то единицах r так что все станет безразмерным а в качестве в этом уравнении не единственный размерный коэффициент это вязкость если я все начну измерять в безразмерных единицах то есть тут естественно будет стоять число ренольца в обратном в минус первой степени потому что число ренольца есть отношение нюняного члена к вязкам значит это линейализованное уравнение и я его значит что в нем попущено так сказать здесь это член v1 град v1 вот такой нелинейный член здесь опущен я взял просто v равняется v0 плюс v1 и вот я так сказать все написал а это самое причем естественно члены v0 градиент v0 и градиент v0 они все опущены потому что предполагается что v0 было стационарным решением да вот теперь я хочу посмотреть на что происходит с энергией моего возмущения в самом общем виде в каком только можно то есть я напишу одна вторая dv1 в квадрате по dp то есть я возьму вот это умножу на v1 и просуммирую по и то есть да тратить 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 свою энергию на преодоление тренинг и происходит установившееся движение оно происходит жидкость ускоряется до того момента пока его сила тренинг не начинает балансировать то есть градиент давления который вот и после этого мы хотим изучить устойчиво ли это течение в трубе что кстати говоря с чего вся эта самая наука неслась потому что это делал человек по фамилии который придумал чешло ринольдса вот он в городе манчестере качал жидкость по трубе и смогли когда она станет неустойчивым это невероятно оказалась сложная задача до сих пор нерешенная вот можно уточнить еще вопрос во втором сцене там должно быть v0i потому что у вас пока нет запись v0i конечно да абсолютно правильно вот значит давайте я его напишу вот так мне удобно написать как минус v1 v1 k v0i vxk а вот я уже вместо вреда пишу vxk ну в общем это самое я на ходу меняю форму записи v1i vxk v2i1i vxk v2i1i так нет а все остальное как легко понять соберется в vxk и тут будет стоять просто как мы ну как всегда это самое как для закона скания энергии тут будет стоять просто так сказать вектор вектор потока энергии это v1 квадрат пополам на полную скорость верну и плюс v1i в принципе вместе с этим членом мы его как бы можем написать он все равно сюда входит он нам ничем не мешает вот плюс v1 v1 так нет k потому что у меня здесь dvxk здесь двумя стоит такая компонентная потока и минус v1i на i0 на dv1i как бы xk для чего я это сделал я захотел выделить полную производную потому что мне интересно что будет сходить с энергии возмущения если я возьму интеграл этого тела по пространству тогда интеграл от этого члена по пространству в точности даст не 0 а останется у меня интеграл от вот этого члена по пространству у которого ясно видно имеется две компоненты одна которая это квадрат тут стоит dv квадрат это всегда положительно со знаком минус всегда отрицательно неудивительно вязкое трение всегда приводит к убыванию энергии жидкости а вот этот член может быть разных знаков в зависимости от того как мы хитро построили направление нашего возмущения так давайте сейчас посмотрим значит видно что понятно что на очень больших ренольцах этот член не должен быть важен вязкость он может привести к неустойчивости значит теперь мы можем сказать что получился вот этот член который квадрат у нас же там лапласиана как он преобразовался к такому а я лапласиана кусок вот сюда собрал я его разделил так на две части чтобы один был полное производное давал мне ноль и тогда у чудо оставшееся оказалось полным потому что вязкость приходит к тому что мы обмениваемся энергиями одна часть жидкости с другой то есть происходит это вектор потока энергии который просто передают ее с места на место и он имеет вязкую часть тоже естественно но кроме этого вязкость всегда приводит к трению никакой потери в этом смысле вязкость это двойная да точно так же мы видим что здесь и у нелинейности у него есть часть передающая а есть часть которая связана с производством поэтому я могу сказать что если я возьму интеграл на V1 битая на V1 катая на dv0 битая ddx катая на ddx и поделю его на интеграл на dv1 битая в квадрате в квадрате в квадрате здесь v и x безразмерные то есть измеряются в каких-то характерных границах то мой ринольдс критический определяется вот таким вот минимумом то есть я должен подобрать такое возмущение которое сделало бы вот этот член максимальным а этот минимальным и тогда все станет неустойным и это есть определение критического ринольдса для этого течения то есть я должен взять минимум по всем видам возмущения v1 от x заметьте что амплитуды этого возмущения этот критерий конечно же не зависит потому что это квадратичное по v1 и это квадратичное по v1 но зато зависит от геометрии от того как устроена удалось ли мне это самое минус кстати говоря здесь удалось ли мне сделать эту штуку положительной она должна быть положительной вот что должна быть положительной давайте посмотрим как это работает опять же любимый наш пример плоское сдвиговое течение в котором у меня есть vx v0 x и оно зависит от z то есть у меня существует dv0 x по dz больше 0 вот здесь вот и этот x k это z да вот в этом моем интеграле и k значит я теперь должен чтобы обязательно у меня в моем возмущении была и компонента и к не могу взять так чтобы возмущение скорости должно быть наискось осталось только понять туда или сюда Ну-ка, давайте посмотрим. Это не обратно? А? Это не обратно? Здесь... А! Значит так. Это минус первой. Вот. Тогда это должен быть максимум. Вот. Ну, в любом случае, мне нужно искать максимум этого и минимум этого. А для чего максимум? Значит... Что дальше? Я сказал, что я хочу, чтобы d по dt от моей энергии... d по dt от интеграла от одной фермы в квадрат было больше нуля. Это и есть условие неустойчивости. Тогда мое возмущение растет. Чтобы это было больше нуля, это означает, что вот этот член должен быть больше вот этого. Вот. То есть, вот этот член должен быть больше, чем этот член, деленный на V0. Да? Ну, я его записал так, чтобы поделил это сюда и идут составлены здесь. Давайте посмотрим эту картинку и сообразим, куда должен торчать вектор возмущения, чтобы оно было неустойчивым и чтобы его энергия росла. Значит... Понятно, что тут у меня должен стоять Vx, V1x и должен быть V1z. Но знаки у них должны быть разные, чтобы вместе, потому что это положительно. Значит, их произведение должно быть отрицательное, чтобы вместе было положительно. Да? Это что означает? Куда можно быть? Вот так или вот так? А? Первое. Потому что это означает, что можно выбрать вот так, а можно выбрать вот так. Это не важно, на самом деле, совершенно понятно. Но вот так выбрать нельзя. Вот такое возмущение будет затухать. А вот такое возмущение, на самом деле, которое переносит из более большой скорости в этом направлении вниз, где она более маленькая скорость, его энергия будет нарастать. Вот. То есть, это более или менее, ну, самый что ли элементарный, как бы, квант теории неустойчивости. Так же, как неустойчивость Хельмена Генгольца самая элементарная из неустойчивостей. Точно так же и вот эта вот простая картинка, она вам показывает, что нужно сделать. Теперь, является ли этот критерий, а именно, что ре больше, чем ре критическое, описано, найдено по такой формуле, является ли этот критерий достаточным для неустойчивости или только необходимым? Значит, необходимо это означает, что если Рейнольдс меньше, чем критический, то уж точно никакой неустойчивости нет. Достаточно это означает, что если Рейнольдс больше, чем критический, то уж точно неустойчивости есть. Ну, в основном математике, я думаю, вам, конечно, параллели разницами между необходимым и достаточным, и мне вам это в тысячу. Значит, в данном случае, вы думаете, достаточно, то есть, как только Рейнольдс станет больше, чем критический, то у меня будет неустойчивость. У вас появится такое возмущение скорости, которое сделает, чтобы первое, чем больше второго, и энергия увеличилась. На самом деле нет, и фокус в очереди. Если у меня Рейнольдс меньше, чем критический, то есть вязкость сильнее, чем рейнольдс, то заведомо неустойчивости нет. Это уже всяко. Теперь посмотрим, что будет. Знаешь, что вам может быть необходимым и достаточным? Посмотрим, что будет, если у меня Рейнольдс больше, чем критический. Тогда я знаю, что у меня в данной конфигурации вот такая форма возмущения будет нарастать. Но она будет нарастать и меняться, потому что это же все на самом деле. То, что мы посмотрели, мы смотрели на обновенную картинку. Мы взяли поле скорости вот в таком виде и в данном времени посчитали ДПУДТ от его энергии. Энергия растет. Но чтобы была неустойчивость, нам нужно намного больше. Нам нужно, чтобы этот рост был экспоненциальный. Это означает, что по мере того, как наше возмущение растет, оно продолжает расти еще быстрее, пропорционально своей же амплитуде. Поэтому на самом деле указывается, что это условие только необходимое. Как правило, оно дает правильную оценку порядка критического Рейнольдса для всякой данной геометрии. Но реальные критические Рейнольдсы оказываются, как правило, немножко выше. Но иногда они все как бы того же порядка. А иногда наивная оценка по этому критерию говорит, что вот это критический Рейнольдс, а на самом деле течение является устойчивым. Причем устойчивым при любых рейнольдсах. Почему он может быть устойчивым? Может в одних местах затухать, а в других? Именно так. Потому что на самом деле, чтобы течение стало неустойчивым, нам необходимо, чтобы возмущение по мере своего роста продолжало расти. А по моменту, как оно эволюционирует, оно меняет свою формулу. И очень часто оказывается так, что то возмущение, которое он удовлетворяет, это называется энергетический критерием, между прочим, то возмущение, которое он удовлетворяет энергетическому критерию, оно начинает менять свою формулу просто в силу уравнения движения. И превращается в возмущение, которое уже не удовлетворяет энергетическому критерию. В этом смысле может и наоборот, но наш интересует, является ли этот критерием, то есть мы что говорим? Мы смотрим по всем возможным V1 и находим максимум вот этого выражения. И оказывается, что когда мы найдем такой V1, это V1 при этом не является неустойчивой модой. Вот здесь мы нашли неустойчивую моду. Это просто оказалась плоская волна, но это ничего не значит. В других ситуациях это может найти какая-то сложная функция. Вот эта штука, если создать возмущение в таком виде, то оно, не меняя свои формы, экспоненциально нарастает. Ну, оно бежит как волна, и при этом не нарастает. При этом оно интервьючатому гитарю тоже удовлетворяет, конечно же. Да? Если написать это для раскрытия задачи. Я просто хочу сказать, что на самом деле это очень нетривиарная наука, и я вам ни в каком мере не передал про нее никаких особенно тонких вещей. Я вам передал очень грубое ощущение, что, во-первых, как правило, вот мы рассмотрели решение на бесконечном большом рейнольсе, оно оказалось неустойчивым. Мы рассмотрели теоретические критерии, которые показывают, что действительно есть соревнования между инерцией и трением, и если трение побеждает, то никакой неустойчивости быть не может, а если инерция побеждает, то неустойчивость может быть, но не обязана. И это отдельная нетривиарная наука, которая занимает уже там, по-моему, полтора столетия. Теперь я хочу сказать несколько слов, сколько времени у нас осталось мало, про турбулентность и про то, что именно происходит в результате, когда мы идем от малых рейнольсов к большим. И как же на самом деле можно объяснить тот факт, о котором мы уже говорили, что сила сопротивления телу перестает зависеть от вязкости, когда вязкость стремится к нулю. Мы все время с вами рассматривали всякие бесконечные системы, след, который тянулся до бесконечности. Может быть, то, что вы говорите, другим тоже было бы интересно послушать. На самом деле, если у вас есть вопрос, скажите его. Просто возникал вопрос, когда сплошной среди движущейся скоростью В, возможно ли такие вот такого рода неустойчивости? В однородной, когда все движется однородной, конечно, нет. Вы посмотрите, что здесь стоит. ДВ, ДВ, ДВ. Беспроизводное. Течение исходное должно быть неоднородным. А, в жизни тут понятно, что такое может возникать? Из-за однородного течения? Ну, потому что мир наш конечен, то однородных течений не бывает. Поэтому, знаете, вот есть такая замечательная штука. Мы сейчас будем говорить о том, что мы все время забегаем вперед. Вот вопрос. Если я поставлю палку в текущую реку со скоростью В, и я меряю сопротивление, силу, с которой должен эту палку держать. Леонардо да Винчи задавался этот вопрос 500 лет назад. А вот у меня есть неподвижное озеро, и я заснул в него палку, и индивидуя ее с той же скоростью, с которой текла моя река. В каком случае больше будет сила сопротивления? Одинаково, я сказал Леонардо да Винчи, потому что есть принцип галилеевской инвариантности, который говорит, что законно это самое. Пойдите померяйте, она получается на 20%. Потому что всегда река, которая течет, всегда турбулентная. Это только кажется, что можно создать однородное течение. А когда затекает на палку турбулентное течение, или когда палка движется в область неподвижной жидкости, получается на 20% разные ответы по измерению. И люди 500 лет были уверены, что Леонардо прав, потому что никто не брал с этой мерой. В физике экспериментарная нога, всем она хорошо. Разберешь и меряешь, и отказывается, все никак. Так, давайте отсутим турбулентность, потому что времени у нас осталось 15 минут. И мне еще никогда не удавалось рассказать, что были на 15 минут. Вот, поскольку вы сейчас занимались повторениями и всеми такими вещами, значит, поэтому большую часть вам придется читать из этого. Вот мой e-mail, кстати говоря, я его не стираю. Значит, так что если будут какие-то вопросы, а также замечания по тексту, а также если кому-то присчастливится найти там ошибку, я могу уже не было ожидать. Но в основном это для вопроса. Значит, турбулентность. Хотелось бы понять на самом деле вот какую вещь. Представьте себе, что мы взяли ящик, и в этом ящике крутим какой-то вентилятор. У нас есть какие-то лопасти, да? Мы его крутим. И каждая эта лопасть, она, значит, за собой оставляет след. То есть она накачивает энергию в это самое. Значит, мы знаем, что в пределе, когда газка стремится к нулю, то сила, вот которая тут была нарисована, давайте я ее повторю, да? Что сила, деленная на ρу квадрат r квадрат, как функция ориеновательства, стремится к какой-то константе. Но это означает, что если бы я взял мощность, взял бы эту силу, умножил ее на скорость и поделил ее на ρu квадрат r квадрат, да? Вот, а то, и это тоже на самом деле бы стремилось, сейчас я, интересно, брал в этих самых, наверное, на единицу, значит, fu, да, я хочу еще взять ее, и на самом деле, да, вот я хочу вот что сделать. Я хочу взять силу, умножить ее на, это у меня будет мощность, и посмотреть это дело на единицу массы. Значит, вот столько у меня. Теперь у меня весь размер области, в которой у меня происходит движение. И вот я хочу сказать, что поскольку сила, это, грубо говоря, есть моя константа c, вот эта вот константа c, на ρu квадрат r квадрат, ус на ρr кубит, но эта штука имеет бит у кубен на r, да, и вот она на самом деле, значит, тоже, слушайте, c. Значит, что я сделал? Я написал сейчас оценку, исходя из того, что я знаю, что сила, действующая на тело, имеющая скорость у хабирщиц с характерным размером r, что эта сила стремится к вот такой вот величине, вот такой вот величине, то я оценил мощность, которую такая сила производит в единице объема. Значит, она вкачивает эту энергию туда. Что бы мы ожидали, если это все происходит в замкнутом объеме? Мы бы ожидали, что эта жидкость начинает нагреваться, да? То есть, на самом деле, энергия вся переходит в тепло. Однако же, интересно, что, так сказать, накачивание жидкости, накачивание генетической энергии совершенно не зависит от коэффициента вязкости. И хотелось бы понять, как это может происходить. И чтобы понять, как это может происходить, каким образом мы, вращая огромный вентилятор, и даем энергию в тепло, то есть в молекулярное движение жидкости, понятно, что это должно происходить за счет трения. Однако же, скорость, с которой это происходит, не зависит от трения. Вот мы столько вот вкачиваем в единицу времени, в единицу рема, и это никак не зависит от коэффициента трения. Но чтобы это понять, на самом деле, главным образом и существует теория турболинга. Что-то, на самом деле, сравнительно мелкие детали. Как ни странно, началась эта теория турболинга с эфирического направления по совсем другое. Был такой метеоролог Ричардсон. И этот Ричардсон в 20-е годы, с 21 по 26, ставил серию очень интересных экспериментов. Он выбрасывал разные вещи на ветер. Иногда он запускал шары с земли, иногда он забирался на башню, бросал оттуда семена. В общем, много чего побрасывал на ветер. И при этом он внимательно регистрировал, как эти самые брошенные им тела расходились с течением времени. И он обнаружил совершенно удивительный закон, который теперь неудивительно носит его имя. Что, если мы возьмем расстояние между, давайте я теперь, мне очень хочется называть теперь это вот Р, и она у меня будет размер системы. А Р у меня теперь будет это самое расстояние между двумя точками в атмосфере, которые движутся в соответствии с ветром. Ну, конечно, все знают, что это довольно негагулярно. Всякий, кто пытался змея запускать, знает, как змеи дергают и рыскают. И, в частности, его ученик Тейлор потом понял, почему у поколений людей, которые пытались запускать эти самые зомби, типа воздушных змеев, с кораблей, тогда ничего не получалось. Потому что они это делали так, человек сажался в лодочку, немножечко отплывал назад, эту лодочку тянуло кораблем, но после этого они выпускали этого змея. Он немедленно нырял в воду и там тонул. Потому что всяким кораблем, как мы уже с вами знаем, образуется огромный след, и внутри этого следа жуткая турбулянность. И там рассчитывают на то, что у тебя есть хороший ветер, который тебя поднимает вверх, не надо там такие страшные вихри, когда обязательно этот самый змей быстро попадал в какой-нибудь вихрь, который его приносил к воде, где он и тонул. И он первый стал это делать с мачки, а не с лодочкой. Ну вот, вернемся к Вечерсона. Значит, Вечерсона обнаружил эмпирический, веритный факт. R квадрат пропорционально P входит. Это абсолютно противоречило науке того времени, которое знало один закон разбегания частиц, а именно Троуновское движение. Когда есть случайное поле, рассуждали люди, то с течением времени R должно, наверное, пойти туда, наверное, пойти сюда. В среднем, в общем-то, понятно, что должно быть R квадрат расти как корень из числа шагов, то есть, грубо говоря, как корень из времени. И Броновское движение, вот мы с вами тут описывали газское расплывание градиента скорости, которое тоже велось и до 3 степени минус Z квадратно T. То есть характерная ширина росла как корень из T. У Ричардсона она росла быстрее, чем T. Стоит поре, как называют супердиффузией. А Тулсуах, как он мерил это расхождение? Он мерил, ну, например, он брал два воздушных шарика, вот, и, значит, это самое, выпускал их более-менее из одной точки, так сказать. И после этого он, значит, это самое, смотрел, как они находятся и мерил, значит, реально, конечно, он ждал, пока они, это самое, разойдутся на достаточно большое расстояние и при этом опустятся. На самом деле он мерил их расстояние по горизонтали в основном. Но через некоторое время расстояние по горизонтали было столько больше, расстояние по вертикали, что оно уже было неважно. Расстояние по горизонтали можно измерить довольно точно. Понимаете? Значит, дальше хочется спросить, а что, собственно, стоит коэффициентом вот здесь? Понятно, что тут должна стоять какая-то мера турбулентности. Потому что все это дело, понятно, что все это разбегание из-за того, что у вас есть турбулентные вихри в атмосфере. Если бы просто был ветер, более-менее экламентарное течение, то были бы два шарика, которые были рядом, более-менее в одну сторону. Дальше понятно, что этот коэффициент, который стоит здесь, должен иметь размерность сантиметры квадратные на секунду кубические. Вот таких нехитрых соображений хватило Камагорова, чтобы понять, что вот эта вот величина, которая есть, между прочим, называется епсилон, и она имеет размерность сантиметр квадратный на секунду в кубическую. Видите, тут сантиметр кубический, а тут сантиметр он его угасит. Остается сантиметр квадратный на секунду в кубическую. И здесь должно на самом деле стоять эпсилон. И фактически в этот момент засиял свет, потому что вдруг стало понятно вот что. Во-первых, почему это супердиффузно? Потому что на самом деле эта система лихрей-турбулентная, она на самом деле нейропическая. Там есть лихрей очень разных размеров. Когда вы находитесь в две точки на каком-то расстоянии, например, на вот таком, скажем, на вот таком, то вот этот вихрь, его наличие, приводит к разбеганию, потому что он здесь создает поле скоростей, а здесь нет. Вот этот вихрь тоже. А вот этот большой вихрь уже нет, потому что в этом большом вихре они просто крутятся внутри него и никак не разбегаются. Правда? Поэтому на самом деле сообразили люди, ну это еще не сердцом качественно понимал, что чем дальше две точки друг от друга, тем больше и лихрей начинают принимать участие в их разбегании, потому что их расстояние становится больше. И поэтому оно ускоряющееся процессом, а вовсе не замедляющееся, как это было бы в диффузии. Да? И дальше стало понятно, что мы можем понять на самом деле, что если у нас есть две точки на расстоянии R, мы можем спросить то, к чему мы все время возвращаемся лекцией за лекцией, каково расстояние, как ведет себя разность скоростей, как функция этого расстояния. Давайте посмотрим, вот такой закон R от T ведет себя как Epsilon T в одной третьей, какому закону он должен соответствовать? Это же должно быть решение уравнения, для ряда DT равняется D в R от R. Три вторые или как это? А, три и вторые. Три и вторые. Вот. И совершенно нетрудно понять, что если я возьму Epsilon, что если я буду считать, что разность скоростей ведет себя как расстояние не в первой степени, как было бы для гладкого течения, тут я вам писал нелипшее целое поле скорости, сейчас вы его получите, а ведет себя вот так. Давайте решим это уравнение. D R по DT равняется R в степени одной третьей на T. Значит, если тогда у меня получится D R, R в степени минус одна третья, ведет себя как Epsilon в одной третьей на T, на DT. Проинтегрируем руку. Эта штука даст мне Epsilon в одной третьей на T, а эта штука даст мне что? Это есть просто D R в степени две третьих, она даст мне R в степени две третьих. Таким образом, я получу этот закон. R есть Epsilon T в степени три вторых. И стало вдруг понятно, что на самом деле разность скоростей между двумя частицами в турбулентном течении, в среднем, конечно, все, что мы сейчас здесь говорим, является некоторое среднее соотношение. Она не гладкая, она не соответствует к гладкому полю скорости. С этим связано много интересных вещей. То есть она не липшится во в среднем. Вот. Эти турбулентные траектории невозможно однозначно предсказывать. Кроме того, возникла идея Каскада, которую я вам за оставшиеся пять минуты расскажу, и которая объясняет, почему стремится Константий вот эта величина. Эта идея Каскада вот какая. Откуда берется этот закон? Почему DLT ведет себя на правой степени одна треть, а не как первая степень? И Ветерсон по этому поводу придумал целую поэму на английском языке, я не встречал ее у хороших переводов на русский. Она из пародии на Смифта, который придумал какую-то другую поэму про, значит, каких-то кровососущих этих самых блох, которые сосут кровь у каких-то других, а те сосут еще, а те сосут еще, еще. И вообще есть, так сказать, целый каскад этих самых кровососов, которые сосут кровь, видимо, он ранний капитализм таким образом воспринимал. Вот, значит, этот закон можно очень просто обездить следующим образом. Какова характерность, то есть, что на самом деле происходит? Помните, мы хотели спросить, как вентилятор, работающий в комнате, в конце концов нагреет воздух? Так, значит, он создает этот вентилятор большие-большие вихри. На этих вихрях число енорится, которое, опять же, скорость на размер лобости, на нем много больших единиц, вязкость пренебрежимо мало. То есть, градиенты скорости такие маленькие, и трения этих самых слоев воздуха совершенно пренебрежимо мало. Но и там движение на большом енорце, как мы уже с вами знаем, оно неустойчиво. Всякое движение с большим енорцем начинает быть неустойчиво, начинает порождать движение с меньшим енорцем. То есть, вихрь меньшего масштаба. Этот вихрь порождает вихрь еще меньшего масштаба, этот еще меньшего, еще меньшего, еще меньшего, и в конце концов, образуются такие маленькие вихри, в которых уже градиенты большие, а веноси в городе Ленинск. И вот эти маленькие вихри, например, в атмосфере характерное облако километры скорости 20-30 метров в секунду, характерное веноси 10 восьмой. А тот вязкий масштаб, на котором происходит диссипация, в тепло 1 десятая миллиметра. Вот такой интервал масштаб. Каким образом получается этот закон из этой констатной картинки? Мы говорим, что характерная геотическая энергия, заключающаяся в вихрях с таким масштабом, деленная на характерное время, которое занимает, чтобы перекачать энергию из вихрей масштаба R в масштаб, скажем, R пополам, да? Это время должно быть порядка характерного времени оборота вихря, каковое можно оценить, как R, опять же, разделить нам для этого. Вот это вот, вот это время. Таким образом, вот это темп перекачки энергии, который есть дельта в R в кубе, разделить на R, и это должен быть епсилон, тот темп, с которым мы ее закачиваем. Если мы хотим иметь статистическую стационарную картинку, то на больших масштабах мы закачиваем нашим вентилятором вот такой темп, и это должен быть тот же самый темп диссипации, который на самых маленьких масштабах. А значит, что через каждое, так сказать, сечение нашего каскада должно пройти то же самое епсилон. И понятно, что это говорит мне, что дельта в R в кубе есть епсилон R, а дельта в R в 1-мете. Вот так мы видим из окон для Чарцона из соображений каскада. И становится понятно, почему сила сопротивления и темп диссипации не зависят от вязкости. Вязкость определяет только длину этой трубы, по которой течет. Ну, труба это в капространство, разумеется, в пространство масштаба, да? То есть мы вкачиваем энергию, включаем эту трубу в очень большие веки. Они передают во все меньше и меньше и меньше. Когда я уменьшаю вязкость, у меня удлиняется этот таскад, но уже никак не меняется количество энергии, которое по нему проходит. И это и есть тот механизм, который объясняет, почему сила сопротивления самолетов и кораблей, и всякого другого, и темп диссипации вентилятора, который работает в комнате, перестает зависеть от вязкости, когда вязки становится мало. Понятно? Ну вот на этом я закончу. Всем спасибо за внимание. Если есть вопросы... Можно вопрос сейчас по поводу времени, перекачки энергии. Время, мне кажется, должно быть как-то связано со временем развития неустойчивости. А почему оно у вас равно просто период обращения вихря? Ну, если вы только что помните, это самое, для нашего фельдер-гейнгольца характерная омега неустойчивости была КВ. То есть характерное время неустойчивости должно было бы быть единица на омега, которая была бы соответственно единица на КВ или лямбда на ГВ. Где это характерный размер возмущения, это характерная омега. Понятно. В природе чудес не бывает. Если есть сантиметры и секунды, то секунды из них можно сделать, поделив одно на другое. Но никак вот это самое иначе не получается. Иногда эта штука отдает неправильный ответ. И тогда начинается настоящая наука и введет эту эльберийскую премию. Но за это тоже в своеме должны были дать. К сожалению, Андрей Николаевич был математиком. Но фактически то, что мы сделали, мы сказали, что характерное время есть характерный размер на характерную скорость. На самом деле, по-моему, в этом случае у него точное соотношение, что уж, так сказать, не есть размерная цена. Вот. Ну, в общем, я понимаю, что это был трудный курс. Я, на самом деле, рассчитывал более-менее на старших курсников. И он оказался, в общем-то, такой, это самое... Вдруг, если я некоторые вещи повторил, поэтому я надеюсь, что для этого стало легче. Если вам дальше это интересно, читайте текст, присылайте вопросы. Я всем обещаю на все вопросы отвечать. Окей? Спасибо. Спасибо.